Всем привет! Это программа Дополнительное время. Неделя подошла к концу. За эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов и название команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! 21 июля, после долгого перерыва, связанного с чемпионатом мира по футболу, возобновлены игры чемпионата области. Наша команда сыграла на выезде с шахтером из Пишелани. В упорной борьбе наш клуб уступил со счетом 0-1. В середине второго тайма хозяева реализовали штрафной удар. Дублер тоже уступил дома команде из Вознесенска 0-4. А вот и результаты городского турнира по футболу. Авангард выиграла Дюж Шикар 7-1, Чайка одолела Динамо ВВД 5-1, Арсенал уступил Эскатерем 0-3, Динамо в воинской части выиграла команда Буревестник 5-1. В десятом туре команда Дюж проиграла Динамо из воинской части 1-3, Буревестник был сильнее Чайки 2-0, а Эскатерем и Авангард сыграли в ничью 1-1. На этой неделе Саров превратился в своеобразную мекку для лыжероллеров. Сразу два крупных соревнования стали поводом для спортсменов со всей России, чтобы сюда приехать. Началось все с открытого первенства на призы администрации Сарова. На соревнованиях высокого уровня уже давно применяются специальные автоматизированные системы фиксации старта и финиша каждого спортсмена. Благодаря таким датчикам на табло выводятся нужные данные и всегда можно отследить, не сошел ли спортсмен с дистанции, что особенно актуально при прохождении достаточно протяженной трассы. Сама дисциплина, она вроде бы как симбиоз трех видов спорта. Это легкая атлетика, спринт у нас 150-200 метров, это велосипед, годка преследований, ну и непосредственно роллерная, раздельный старт, это как лыжная гонка. Во второй день юношеского первенства России участники вышли на старт гонки преследований. Артур Антипов перед заездом, как и все спортсмены, проходит обязательную процедуру крепления тех самых электронных датчиков или чипов. На юношеское первенство Артур приехал из Великого Новгорода. Посмотрел на старших ребят, когда был маленький, они мне понравились, как катаются, и вот пришел на лыжный спорт и стал упорно заниматься. Тренер стал брать меня на сборы, и вот с этого пошло тренировки, тренировки. Не терять форму в межсезонье и продолжать завоевывать призовые места на соревнованиях. На скоростные лыжи-роллеры в летний-осенний период в основном встают спортсмены-лыжники. Раньше юниоры выступали на первенствах России вместе со взрослыми. В этом году лыжники в возрасте до 21 года соревнуются отдельно. В этом году у нас первое соревнование самостоятельное среди юниоров без взрослых. Впереди у спортсменов еще два дня соревнований 28 и 29 июля. Пройдут они также на улице Строителя Захарова. Еще более зрелищные состязания начались на лыжной базе 25 июля. Первенство России по лыжи-роллерам, причем скоростным лыжи-роллерам. На открытии ПВАЛа Елена Грицкова опросила участников про установки, которые дал им тренер. Нужен опыт таких соревнований. Нам сказали попробовать себя на таких соревнованиях. Он нам сказал, вы приехали сюда попробовать и показать себя. Посмотрим, что из вас выйдет и дальше будем старты другие пытаться. А другая тренер сказала, мы едем сюда набираться соревновательного опыта. В начале июля в Дании прошел чемпионат мира по спортивному ориентированию среди ветеранов. В составе сборной команды нашей страны «Рус-ветеран» на чемпионате выступал мастер спорта СССР по спортивному ориентированию Сергей Егоршин. По словам мужчины, в целом общее число участников чемпионата мира не сильно меняется. В среднем собирается около 4000 человек из 40-42 стран. В этом году Сергей принял участие в городском спринте, который проходил в Копенгагене. Из-за травмы ноги побороться за призовые места он уже не смог и гонку закончил всего лишь на 59-м месте. 24 июля в Словакии завершилось первое молодежное первенство Европы по бадминтону среди глухих. В соревнованиях в городе Тренчин приняли участие 33 спортсмена из 8 стран в возрасте до 21 года. Наш город и Нижегородскую область в целом представляли два воспитанника молодежного цента Арсений и Павел Кудашкины. В напряженной спортивной борьбе братья Кудашкины завоевали бронзу в парном разряде. Тренирует ребят Елена Тачилина. Пинбольная команда «Реактор» в очередной раз съездила на соревнования. Вместе с ними поехала и наша съемочная группа. Как ребята выступали и какое место заняли на Кубке Москвы в специальном репортаже Дарит Спорыгиной. Стартовый сигнал дан. Первый маневр игроков на поле называется «разбежка». Пинболистам нужно как можно быстрее занять свое место за той или иной фигурой. Эта фаза длится доли секунды. И уже здесь игроки стремятся поразить как можно больше соперников. После чего в ход вступает та самая заранее продуманная командная тактика. Задача максимально поразить количество игроков команды противника, пройти на базу команды противника и нажать кнопку. Турниры по пинболу проходят по дивизионной системе. Каждая команда играет три отборочных матча. И по их результатам определяются участники полуфинала и финала. Если в подгруппе больше 11 команд, играются еще и четверть финалы. Таким образом, за один игровой день команда принимает участие как минимум в пяти матчах. Если по времени говорить, средний дивизион – это где-то пять матчей по 40 минут. Чтобы вы понимали, это вам не футбол, но в общем, где ребята сгоняли 90 минут и все отдыхают. Это целый день напряженной спортивной работы, где команды соревнуются и в тактической, и в физической подготовке, и в личной подготовке, доказывая на поле, кто из них лучше. Игровые минуты на поле проходят быстро. Игроки придерживаются принципа, что цель, которая движется медленно, легче поразить, чем ту, которая движется быстро. Отсюда и колоссальная скорость на поле. Переговоры игроков заглушают сотни выстрелов одновременно из десяти маркеров. Баталиям на матчах предшествует еще несколько этапов. Команды начинают готовиться к выходу на поле за несколько часов. Поле открыто к просмотру. Такое понятие существует в пейнтбольном турнире между основными его этапами. В эти 15-20 минут на территорию, на игровую территорию, могут выйти команды, которым только что предстоит отыграть средства массовой информации и посмотреть, собственно, само поле, расстановку фигур, попробовать обсудить тактику, размяться. Наша съемочная группа не упустила такой возможности побывать в самом эпицентре событий – Кубка Москвы по пейнтболу. На турнире у команд есть возможность поработать с тренером-консультантом. Уже не первый раз наставником саровчан становится Денис Голев – игрок профессиональной пейнтбольной команды «Русский легион». Денис – член национальной сборной, действующий чемпион мира, обладатель Кубка мира и других спортивных регалий. Приезжая сюда, мы встречаемся на поле, выходим. У нас есть предустановленная схема поля, относительно которой мы знаем, куда может бегать соперник, куда можем бежать мы, и, соответственно, я стараюсь рассказать сильные и слабые стороны поля, привязать игроков, зная их особенности. В отборочной серии игр нашим спортсменам удалось без проблем разделаться с соперником и обыграть ближайших преследователей с сухим счетом. Команда и тренер сделали ставку на полуфинал и финал и не прогадали. Пейнтболисты старались не задумываться о том, какой противник их ждет на поле. Саровчане были нацелены только на победу. Хочется сказать слова благодарности непосредственно профсоюзной организации ядерного центра Сарова, которая поддерживает свою команду «Реактор» с таким хорошим звучным названием. Уже на протяжении многих лет позволяет, во-первых, этой команде принимать участие в всероссийских соревнованиях, а хочется сказать, что команда занимает топ-лист в своем дивизионе. Отличная подготовка и плечо друга как на поле, так и вне его. Благодаря сочетанию этих факторов игрокам клуба «Реактор» удалось выиграть полуфинальный матч и попасть в финал. В последнем поединке счет после двух игр 1-1. Судьбу золотых медалей решил овертайм, в котором удача отвернулась от наших спортсменов. И сравчане буквально подарили победу своему сопернику. Результат – почетное второе место. Сегодня команда играла на очень высоком уровне, в том плане, что у нас выстрелилась хорошая коммуникация. Мы вовремя доносили информацию друг до друга. У нас хорошо получалось отстреливать соперника. И, в принципе, было мало ошибок. По крайней мере, в отборочной серии. И, в принципе, ребята молодцы. Включая меня, мы все, мне кажется, качественно выполняли постановки нашего тренера. И это, собственно, привело к победам. Результаты российских пейнтболистов на мировой арене поражают. Мужская сборная – действующие чемпионы мира. Женщины занимали высшую ступень пьедестала почета три раза. В этом сезоне нашим пейнтболистам не было равных ни на ветеранских, ни на мужских, ни на женских мировых первенствах. Судьба золотого для российских спортсменов сезона решится в сентябре на мировом юношеском чемпионате. Кто знает, возможно, когда-нибудь ряды национальных сборных пополнят и саровчане. Дарья Цыпорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!